Начинается программа «Особое мнение», у микрофона Светлана Занько, и свое особое мнение сегодня высказывает коммерческий директор газеты «Репортер» Владимир Маматов. Владимир, добрый день. Да, добрый день, Свет, и аудитория «Эхо Москвы» в Кире, однако. Ну вот я хотела зайти в сообщение о том, что Дмитрий Матвеев и Елена Утемова написали заявление об уходе. А сообщения нет. Ну, коллеги твои написали неофициально, хотя по моим данным это действительно так. Ждем сообщения с минуты на минуту на сайте правительства. Не сомневаюсь ни секунды, что это именно так, то есть Матвеев и Утемова махнули нам ручкой, поезд за поворотом ушел, да? Ну, да, это так и есть, а вот ждем сейчас официального предложения. Люди ждали, люди ждали, я слышал. Какие люди ждали? Очень много комментариев на то, что пора вы же смазывать и Матвеева обратно в Пермь, в Пермь обратно, и Утемова надоела обратно в больницу, езжай в больницу свою. Вот это я слышал ни раз, ни два в комментариях и так далее. Честно говоря, ни у Матвеева, ни у Утемова лично я не знаю. Ничего ни плохого особо, ни хорошего особо, они сказать, я не могу. То есть, ну, я понимаю это просто как то, что Васильев чистит команду, вот и все. То есть, убирает людей, которые в глазах публики, они одиозны. Вот, ну, на Паша Ануфриева мы перескочим автоматически, правильно? Конечно. Ну вот, Паша Ануфриев, то же самое. То есть, Паша Ануфриев, я... Да, и ситуация с уходом Павла Ануфриева. Ну, да. Да, и честно говоря, такие ситуации мне до сих пор непонятны, потому что я не понимаю, как человек из-за Лимон-200, там, по-моему, да, суммы. Одиннадцатый год причем. Да. Это история одиннадцатого года. То есть, пять лет назад он перевел на кого-то Лимон-200, и левой ногой там деньги перескочили в карман. Ну, во-первых... Да, Павел Ануфриев, министр развития и предпринимательства торговли и внешних связей, исполняющий обязанности министра, да. Арестованный, дает признательные показания. Арестован в субботу вечером и дал признательные показания. Воскресенье, да. Вот, что подразумевается в признательных показаниях, очень интересно. То есть, он признался в том, что действительно ворал деньги. Да, похоже так, потому что именно в этом его обвиняют. Ну, шикарная совершенно ситуация. Причем нигде не сказано, есть адвокат, нет адвоката, как человек это говорил, признал. Да, да, абсолютно не ясно. Обыски прошли и так далее, и так далее. Там, ну, я, честно говоря, смеялся над его программой «Покупай Вятское», смеялся над всеми этими пафосными заявлениями. Ну, вот как я смеюсь над покраской, там, домов в дымку или кукарскими этими домиками. Ну, вот и какое отношение? Нет, ну, это все одна тусовка-массовка, то есть, изображение активности в области, там, малобизнеса, туризма, там, инфраструктуру, модные слова, распиливание денег, понятное абсолютно в нашей стране, и ничего конкретного. Но, тем не менее, Ануфриев на меня всегда производит впечатление более-менее приличного человека и не дурака. Как он попался, почему он хвост-то не почистил, что он сделал не так, я не знаю. Вот интересно, ты сказал, что ты сейчас, упомянув всех трех персонажей, я имею в виду, Матвеева, Тёмову и Ануфриева, сказал, что вообще ли он занимается чисткой. Да, я уверен, абсолютно. Ты ставишь знак «равно» между уходами двух представителей Министерства здравоохранения и Павла Ануфриева, потому что уж очень разные вещи. Если мы говорим о Бутемове и Матвееве, то мы знаем, что в пятницу было разнось устроено на заседании. Кровь хлистала, Васильев катком прокатился по Бутемову, по Матвееве. Он же побывал в наших клиниках, да? Он же побывал, и, кстати говоря, писали то, что он хорошо отзывается о них, вот что странно, ты понимаешь? Ну, видимо, отозвался хорошо, потом немножко подумал, да, бывает такое. Ну, нас с тобой там не было, и только по слухам мы говорим о том, что в пятницу вроде бы как он устроил разгром у Тёмова и Матвеева, и вот они написали заявление. Ну, собственно, написали и всё, то есть вот не сошлись, да? А с Ануфриевым-то совершенно другая ситуация. Все видели уже это видео, как его брали. Я, честно говоря, не видел, а не смотрел за этим. Это прекрасное видео, когда человек едет на машине просто, да, в кепке, в уночной куртике, его останавливают люди в пиджаках, замазаны чёрными квадратными лицами, понятно, на видео. Ануфриев кивает головой, совсем соглашается и едет с ними дальше. И дальше вот никто не заявил о том, что он просил адвоката, я уже об этом сказала, что он там просто человек приехал в СИЗО и тут же дал показания. Вот это задержание, оно какое всё-таки? Неужели ты это связываешь действительно с ВРИО, или это всё-таки какая-то разработка пятого года? Неужели, если бы был ВРИО, он бы также его вызвал и сказал, пишет заявление? Ну, соображение верное, на первый взгляд, логически, да? Второй момент, что просто если, во-первых, у каждого практически чиновника существует в шкафу скелетики, да, самого разного сорта. То есть, до поры до времени, пока он исполняет свою функцию грамотно, то есть договариваться с народом и отчитываться перед Москвой или начальством, ну, без разницы, когда, то есть эти скелетики не появляются, они там запечатаны, лежат. Как только он не нужен в Москве, да, скелетики появляются здесь в шкафчике, вот и всё. То есть, я не исключаю, что в ВРИО Васильеву просто не надо было делать ничего, кроме искася, аккуратненько дать отмашку ребятам, которые знают, где эти скелеты лежат. Говорит, ребят, там, поворошите, посмотрите, пожалуйста, есть там нанофремонт, что-нибудь. Если есть, так запускаете. Нет, так не запускаете. Сам заявление напишет. Но вопрос, зачем это надо, вопрос, потому что технически, конечно, проще, если Паша написал заявление, да, технически, если его надо убрать с места. А вот если там какая-то вторая, третья, двухслойная, трехслойная интрига, ну, надо смотреть. Например, какая? Ну, не знаю, там могли быть люди просто-напросто, которые каким-то образом Паша перешёл дорогу. Ну, это, опять же, вопрос только исключительно людей, которые знают ситуацию. Я вот всё больше и больше осторожничаю в оценке, потому что СМИ сообщают о том, что там задержанные, там, кровавый режим своего аппу, значит, наложил. Потом выясняется, что задержанные правильно, кровавый режим тут не при чем и так далее. Но 550 человек в соцсетях уже успели сказать, ах, 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 то же самое с Ануфриевым. Что там произошло, как оно произошло? Это надо выяснять уже детально, методично и находясь в сериалной ситуации, а не рассуждая в студии. Ну, мое умение там. А как ты думаешь, Павла Ануфриева взяли только вот по этому эпизоду или с его помощью какие-то чистки продолжатся? Я думаю, что на самом деле, на самом деле... Он признался, вчера и признался. А будут его дальше как-то раскручивать? Ну, не исключено, что он сыграет роль паровозика в деле. Не исключено это. Потому что, в принципе, то, что поменять большую часть этого правительства можно, я не сомневаюсь. Потому что заменяемых людей очень много, да? Но всё-таки это показательное выступление такое? Конечно, конечно. Вот это я уверен, почти что. Что это абсолютно, ну, такое шоу устроено для того, чтобы ближе люди как можно быстрее писали заявление. Как бы не портили воздух своими присутствиями, да? Лишь же то, что это будет продолжаться и продолжаться. Ну, надо смотреть на поведение Васильева в целом, конечно. Говорю, пока он занят этими кадровыми чистками. И к чему это всё направлено, это вопрос. То есть просто создать лояльную команду, ну, да, это цель, конечно, да, это хорошо. Он подберёт лояльных себе людей. Какой-то костяк спрепланирует. Но этот лояльный по отношению... А господин Васильеву люди могут быть только приезжие, поскольку здесь его никто не знает, правильно? Сомневаюсь. Сомневаюсь, потому что достаточно большое количество... Ну, это вопрос социальных лифтов, опять же. Это очень сильный вопрос, между прочим. То есть ты считаешь, что сейчас, зачистив правительство, или правительство само по себе вот так вот распадётся в связи с тем, что в Рио недоволен работой того и другого, и они сами пишут там заявление, например, по этому поводу или по-другому, неважно. Но мы видим, что поле это расчищается действительно. Ты считаешь, что вот на это место Игорь Владимирович будет примечать людей из Кировской области? Я понятия не имею, что хочет на самом деле, да? Ну, ты говоришь, вопрос социальных лифтов. Что ты имеешь в виду? Ну, это теория, опять же, абсолютная, в каком плане? Человек может позволить, позволить вытащить управленцев, которые хотят действительно что-то делать, потому что прошлое правительство, насколько я понимаю, оно центрировалось вокруг Никиты не только потому, что оно смотрело ему в рот, да, и поддакивало, но ещё и потому, что техника управления Никиты, то есть она не просто ручная, она даже такая. Мы сейчас прервёмся на одну минуту. Никита, это Никита Юрьевич Белых, бывший губернатор Кировской области. Это особое мнение коммерческого директора газеты «Репортер» Владимира Маматова. Мы продолжаем. Мы продолжаем, да. Микрофон Светлана Занько. Закончили мы на том, что ты говоришь, что вся политика Никиты Юрьевича Белых строилась на... То есть он собирал такую команду, которая смотрела его в рот. Это твои были сломаны. У меня такое ощущение, что да, это люди, которые объясняли Никите Юрьевичу, что величие его постираются ещё дальше. Если ты так считаешь, то это значит и для команды может только одно. Такая команда новому губернатору не нужна. Не нужна. Не нужна категорически, потому что если они были подобраны под эмоции, под амбиции человека, то это не управленцы, это просто челядь, по-русски говоря, да? Ну что, прям вся челядь? Ну, я утрирую. Никто из них не производил зафишение профессионалов. Я очень плохо знаю правительство, я бы не хотел в обиде. Там, может быть, есть какие-то вполне приличные, очень достойные люди. Вот мы говорили перед этим о Курдюмове, допустим, ещё о ком-то... Но он в правительство не входит. Ну, ты говорил, что он собирается... До эфира это вы говорите на сайте репортера, что Курдюмов вполне может занять место... Я не успеваю. За всеми публикациями репортера я не слежу. Секретарь общественной палаты и главврач травмы нашей, металлогической, который уже побывал на этом месте. Мне кажется, резюмируя вопрос разницы между командами правительства Никиты Юрьевича, Васильева, я бы сказал так, у меня ощущение от Васильева, что это всё-таки управление, всё-таки человек с систематическим подходом каким-то, да? То есть, и он будет ставить на должности, скорее всего, вероятнее всего, он будет ставить управленцев, всё же. То есть, людей не просто лояльных к нему, но и исполняющих какой-то функционал определённый, да? То есть, в этом смысле, да, нам предстоят ещё большие перемены. То есть, до 18-го числа, как это ожидалось раньше, команда не дотянет? Нет, я говорю, мне Васильев этим очень нравится, потому что он не стал дожидаться окончания выборов. Я бы точно так же поступил на его месте, то есть, выборы предрешены, во-первых, раз. То есть, результат их, он колеблется там в процентах буквально минимально. Сейчас перейдём к этому вопросу. Да, ну, хорошо. Через себя это смешно, но я уже, по-моему, смеялся за последние две недели. Вот, но и всё, то есть, он спокойно выполняет свою работу, набирая людей. Ну, посмотрим, к чему будет вести эта команда, к чему это всё будет идти, это непосказуемо. Не можешь мне просто внятно сказать, ты всё-таки ожидаешь, что Игорь Владимирович Васильев привезёт свою команду, или он будет искать здесь народ? Я думаю, что Игорь Владимирович частично привезёт, частично. Но на какие должности мы будем посмотреть, как говорят в Одессе, вот и раз. Что именно будут делать эти люди? Меня интересует, крайне интересует только несколько вопросов, которые все центрируются вокруг одной единственной идеи. Чем губернатор будет заниматься в Кирове вообще? То есть, проблемы, темы, которые он будет продвигать. Ну, уже пять лет, если он выдвинется на следующий год, он безоговорочно изберётся. Тут не надо думать ни секунду, он изберётся. То есть, какие-нибудь там фейковые эти кандидаты ещё будут, там будет выбор, ну, это шоу. Вот, но он изберётся, и пять лет ему придётся, в любом случае, придётся двигаться как-то в этой области. Какие темы он поднимет сейчас, фактически он будет ими заниматься и дальше. Вот это меня интересует, это по-настоящему интересно. Ну, это задавать вопросы на самому Васильеву, вот и всё. А ты хочешь с ним встретиться? Конечно, конечно. А ты какие-то попытки предпринимал? Нет, я не предпринимал, но будет возможность у него какой-то, ну, как-то получится, наверное. Возможно, он нас соберёт? Или ты хочешь тет-а-тет? Ой, вот, честно говоря, пресс-конференции – это вещь, которая, ну, не совсем моя на самом деле. Я люблю интервью. Потому что, когда ты говоришь с человеком, не оглядываясь на окружающих, не глядя на секундомер, то у тебя получаются какие-то более интересные диалоги, более детальные и так далее. То есть ты, по крайней мере, можешь понять, о чём на самом деле человек думает, к чему он стремится и так далее. А вот, чисто профессионально, мне это самое интересное. Ты хочешь интервью прямо сейчас или попозже? Я вот, если честно, ты меня поймал в тот момент, когда я над этим думаю как раз. Очитывая, что он не стал дождаться 18-го, ну, теоретически, в принципе, тоже можно не ждать. Это Владимир Маматов, это его особое мнение мы сегодня слушаем. Ну, давай тогда перейдём к выборам. Ты сказал, что результаты выборов у нас предрещены. Совершенно правильно. Вот я делаю первую ставку на эту лошадку, значит, 28% возьмёт Единая Россия. 28? 28, да. Ну, ты что? 5% – это максимум, который можно нарисовать сверху. Вот 28 плюс 5 в этом уровне. Это чертовски низко, это невероятно низко, это очень мало. Явка будет 25-30% в лучшем случае. Вторым номером, как это не смешно, скорее всего, будет ЛДПР, третьим – коммунисты и четвёртым – СССР. А на ком с вами ты делаешь ЛДПР? По-моему, у ЛДПР самая такая безыскусная реклама, я бы так сказала, агитация. ЛДПР, во-первых, прекрасно чем? Им не надо думать, это очень важно. Есть один человек, который за них за себя. Совершенно правильно, фюрер думает за них. Ой-ой-ой. Да. И когда Владимир Вольфович пишет на плакатах «Хватит унижать русских», это вообще шикарно. Я всё время думаю, не сдаёт ли… Почему до сих пор висит этот плакат? Нет. Меня интересует, не осознал ли он, что хватит наконец унижать русских. То есть, типа, унижал, 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 вдруг понял, что хватит унижать русских. Ты имеешь в виду национальность? Да нет. А на что тогда ты давишь? Я прошу прощения. Владимир Вольфович вызывает у меня искреннее восхищение. Он отвоевал право, я не знаю, как… Ну, с самого начала, собственно, оно было у него. Но сейчас это его фирменный стиль. Он берёт, допустим, высказывание Медведева, которое посоветует учителям забыть про деньги. Потому что если деньги – это бизнес, а если учитель, то это нищий всегда. То есть, ну, так, перефразируем это видео, примерно так. Тут же, вот на улицах Кирова, мы видим плакат с Владимиром Вольфовичем. «Зарплату учителям, как в бизнесе!» Серьёзно, я тебе серьёзно говорю. Так, такой текст. То есть, хватит унижать русских. Нет поднятия миссионного возраста. То есть, вот, в нашей стране это самый прекрасный, великолепный пример чистого, незамутнённого популизма. То есть, никакой ответственности СССР никогда Владимир Вольфович нести не будет. Отвечать ни за какие свои предложения не будет. Но при этом народу он даёт шоу. И самое главное, он ярок, замечательный, прекрасный. То есть, голосовать будет по принципу «хороший чувак». Да прикольный. Они 14% возьмут своих. 14% УДК, посчитаешь? 14% они возьмут, мне кажется, да. А третье место? Ну, скорее всего, вот тут вопрос какой. То есть, у эсеров... В прошлый раз эсеры вместе с коммунистами. Очень весело, эсеры за счёт этого хапнули приличную порцию голоса. Вопрос, как сейчас. То есть, во-первых, они идут не в тандеме с коммунистами, где-нибудь жёсткого тандема нет. Во-вторых... Хотя планировался, говорят. Ну, это... А что-то не получилось? Вилами на воде, не знаю, свечку тоже не ржал. Но у эсеров, на мой взгляд, компания... Ну, не хотелось бы никого обижать. Смайлики меня повеселили. Это просто. Я не знаю, кто придумал эти дозуновые шарики. В чём мне кто-то писал в комментариях на сайте, когда я сказал, что, в принципе, это не катит, да? Мне кто-то написал, что ты не прав, что смайлики... На самом деле, это молодёжь. Я написал, что замечательные, ребят. Смайлики ты видишь. А ты текстовочку-то какую-то после этих смайликов видишь? Никакой. Где этот текст? Или фантастические плакаты с Доронином. Скажите мне, что сделал Доронин? Что он сделал? О чём этот человек? Почему он настоящий мужчина? Вот мой... Помнишь, что там в клипе? Нет, в клипе я не смотрел. Поле, спортзал. То есть... Спорт и сельское хозяйство. Это основная вещь. То есть, косил и качался. Качался, качался и косил. То есть, физическая нагрузка сформировала облик настоящего мужчины Сергея Доронина в Кировской области. Мышцы Серёга... Что ж, неплохо. Ну, крепкий качок Серёга Доронина? Ну, здорово. Это... Вот, нет. Другое дело, что молодёжная аудитория, это, наверное, не та аудитория, которая ходит голосовать в большом количестве. Это, мягко говоря, я вообще не понимаю, на какую аудиторию. На тех, кто недоволен. Вообще, на самом деле, что эсеры, что коммуняки, прости господи, что... Ну, все остальные, они оттягивают голоса, вот огромное поле, это против всех. Та графа, которая была убрана в своё время, да? Но людей, которые не любят, не хотят, им не нравится, их много. И задача вот этих якобы оппозиционных партий просто аккуратно разрулить всю эту ситуацию. То есть отобрать кусочек. Но... Вот... Никогда не думал, что я принесу какие-то хвалебные слова в адрес Олег Дориановича, да? Но ради объективности. Единственный, кто вызывает, не вызывает у меня никакой критики в отношении этой компании, это Олег Дорианович Валентинович. Который говорит, проголосуйте за меня и политику президента. Что-то в этом духе он говорит. Да без разницы, что он говорит. Это он взял от общества садоводов несколько лет назад. Да, эти семена могут не всходить. Да, грейдер он привёз одному там из тысячи хозяйств. Но он всё равно что-то делал, 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 делал. У него стойкий имидж того, что человек здесь, в Кировской области, поддерживает садоводов. Молодец. Партия президента. Не подкопаешься. Абсолютно, Валентинчук сделал. Абсолютно понятно, чем занят. На самом деле, что он хочет и на самом деле, что он добивается, это вопрос второй, если не третий. Но в плане избирательным для основной массы населения он прекрасен. А вот коммунисты... Да, вот дошли мы до коммунистов. Ну, я помню, от тебя, от первого фейсбука я получила замечательный шедевр, календарь. Календарь меня абсолютно потряс. Почему? Каждый может зайти к фейсбуку к Владимиру Маматову и видеть этот шедевральный экземпляр обитации. Или на сайт newsler.ru, да, тоже там есть. Там мега рожач, по-моему. Я даже слышала, что персонажи, которые там запечатлены, некоторые, не остались недовольными. Я думаю, что рожали все. Я думаю, что многое там вполне соответствует действительности и все. Там очень много смешного. И если бы... Ну, календарь, обратите внимание, его нельзя сказать, что это коммунистический календарь. Почему? На нем нет выходных данных. Никаких. Ни цифры. Ну, там кроме, да, Сергея Павлиныча, крепкого мужика с плугом. Ну, это неведомые доброжелатели Сергея Павлиныча нафигачили такое количество календаря. Причем количество небольшое, на самом деле, распространялось. А какое количество распространялось? Я не знаю, я не спросил. Среди особо приближенных там, как бы, к императору распространялось что-то, да? Как-то мне удалось попасть на время хотя бы в это число. У тебя есть бумажные экземпляры? Да, естественно, конечно. Вот я с каждых... С автографом? Нет, нет. С каждых выборов просто я храню какую-нибудь забавную вещицу. У меня их много накопилось. Ну, вот. Но Сергей Павлиныч, ну, недоброжелательно напечатали календарь. Если бы коммунисты сделали одну простую элементарную вещь и взяли всю свою политику, всю политику, сконструировали на критике власть придержащих. Беспроигрышная позиция, потому что Васильев неизвестен. Он ничего... Ну, вот пошли эти только там посадки, отставки. Только-только пошли. Вы бы на этом сыграли, ты считаешь? Конечно. Вы бы присвоили себе эту заслугу? Господи, ну, Никита Юрьевич, в Лефортово, бедняга наш. И в декабре этого... До декабря он там в Лефортово. И крест поставлен жирно на всей губернатской клике, комариле, как и... Ну, там много слов можно сказать. Которая была. И все прошлые достижения можно сверху, донизу, как угодно. И ничего за это не будет. Потому что из Лефортово не дотянешься. Вот. И они могли бы выстроить, и народ бы аплодировал. Потому что вместо клоуна по фамилии Жириновский у нас были назывались клоуны коммунистические. И народ бы это шоу с гораздо большим удовольствием смотрел. И Гасова бы лучше. Но вместо этого они забили все какими-то этими газетами, какие там слоганы. Я даже слоганы в Лехтовкове не помню. Интересы народа превыше личных. Ну вот в здравом уме и твердой памяти кто-нибудь тебе скажет интересы, там, не знаю, эхо Москвы. Никто уже не поверит этому, да? Что интересы народа для кого-нибудь превыше личных. Садечка, если ты войдешь на эхо Москвы и громко скажешь «Моя семья, это ерунда по сравнению с интересами эхо Москвы». Вот я не поверю тебе первым, понимаешь? Это фигня. И когда люди пишут и постят, и делают какую-то ерунду, понятно, что за них никто не поедет. Еще не закончили с выборами. Нужно прерваться на двухминутную рекламу. Напоминаю, что это особое мнение коммерческого директора газет-репортера Владимира Маматова. Продолжается программа «Особое мнение». Своё особое мнение сегодня высказывает Владимир Маматов. Вернемся к выборам. Вернемся к выборам, да. На чем мы оставились там? Ты сказал, что коммунисты выбрали неправильную тактику. Во, во. А могли бы, вообще. А могли бы взять очень хорошо. Если бы, они молодцы в каком плане, они вдруг ухватили эти, я вот издевался над этим, но сарказм ему такой, чисто эстетический, да, а не практический. А я издевался над их частушками. Они там сочиняли потрясающие частушки. Я не знаю. Что за творческий штаб у них в этом году образовался? Люди с каким-то художественным вкусом и чувством ритма. Я боюсь, да. Я понимаю, ты иронизируешь. Хорошо, да. И то и то очень хорошо, но голосуй за Сандалова полковника Удалова мне запомнилось. Мне очень понравилось. То есть, если бы они построили всю свою агитацию на вот этом народном лобке, на вот эти варианты календарей вот этих хохмаческих, на частушках, на мемах, которые передаются по интернету, если бы они заранее озаботились тем, чтобы пробивать народное сознание именно на хохму, на какой-то другой взгляд, люди бы голосовали за коммунистов просто потому, что у тех есть хоть какой-то позитив. Потому что за Рахима Азимова голосовать можно только в результате огромного административного ресурса, мне кажется. Больше ничего. Потому что гениальные слоганы «Будут работать заводы, будет развиваться регион». Я не знаю, как гений придумывает эти вещи. Я же не согласен с этим высказывали. Это настолько понятно. Что так должно быть. Да, так должно быть. Хотя это абсолютно не взаимосвязано. То есть заводы могут работать, а регион может ни хрена не развиваться. То есть никакой взаимосвязи между этими вещами нет. В нынешней ситуации? Ни в какой ситуации нет. Это математически неспоставимо. Вот материалы коммунистов, я имею в виду КПРФ, где они говорят, вот эти плохие нас подставляют, это спойлеры коммунистов России, вот эти плохие нас подставляют. Вот, значит, и тут разоблачительные материалы по поводу губернатора. И здесь они способствуют тому, что партия набирает голоса? Это глупость, это глупость, категорическая глупость. Почему? Потому что трата времени на так называемый черный пиар, да, хотя нет никакого ни черного, ни кривого, ни горбатого, есть просто пиар. Хотя большая часть людей его просто не понимает. Они думают, что крикливые заявления, эти сказки Венского леса, это пиары есть. Нет, на самом деле все по-другому, и этот так называемый черный пиар, он не работает, потому что люди очень устали, им надоело слушать одну и ту же ахинею. Да, проворовались, да, там виноваты, да, там виновны в этом, в этом, в этом. Результат никакого, никакого. То есть выборы, вот на самом деле все очень просто. Политик, настоящий политик, да, он выражает волю народу. Все. Вот эта формула, когда политик выражает волю народа. Без разницы это Путин или это депутат какой-нибудь сельской думы, да, то есть он, единственная его функция вот эта, если мы его выбираем. Но анекдот, и выборы это легитимность власти. Ну, у нас с этим большие проблемы. То есть у нас огромная проблема с легитимностью. Потому что выбирать-то мы выбираем, конечно. Но доверяем ли мы этой власти? По вопросам всяких Левада-центров, еще чего-то, там рейтинги безумные у Путина, и все. Но, Владимир Владимирович, дай ему Бог здоровья, в любом случае, в 2024 году покинет этот пост. Вариантов просто не будет, потому что это будет... В 2018 году мы его выберем, не сомневаюсь ни секунды. Дружно, весело, с поддержкой, несмотря на ухудшающуюся экономическую обстановку, все равно выберем. Два года мы продержимся, выберем Путина. Но в 2024 году будет уходить. Кто будет вместо него? Вопрос ротации, вопрос преимуственности в стране не решен. Система сама по себе загнана, на самом деле, в очень большой тупик. Как из него выруливать, не знает никто. При этом, когда ты слышишь эти восклицания так называемых коммунистов, так называемых СССР, хотя, мне кажется, в коммунистах коммунистов не осталось никаких уже давно. То есть они должны свергать, по идее, эту действующую власть. Но это 228 экстремизм, призыв к свержению. Или к возбуждению к розни, к группе членовников и так далее. То есть на статью они могут легко налететь, при таком подходе. То есть слушая вот эти выкрики, возунги, там мы сможем, не сможем, не сможем. Сейчас по радио недавно, вот мы перед эфиром слушали, гоняли Рыжкова. Рыжкова, просто. Рыжкова. Рыжкова, Рыжкова. Рыжкова здоровья. Вот, Рыжкова, да, гоняли, который там, то ли от Парнаса, то ли от Яблока, я не помню, от чего он выступал, да? Мы там, если вы хотите свободы, там еще что-то еще, голосуй за меня, там мы, ну, уродненький, ты нарисуй сначала, как ты собираешься этот вопрос решать. Ты расскажи мне хоть как-то. А они не собираются ничего рассказывать. Они просто в уши мне дуют вот этими лозунгами, призывами маршировать туда или сюда. А мне это неинтересно. У меня семья, дети, зарплата, там, вообще надо... День рождения от дочери Акмеди, там... Хорошо, ты запутывался в партиях, которые представляет Владимир Рыжков, хороший человек. Ну, может быть, я тоже не знаю. В партиях очень сложно разобраться. Итак, твой прогноз. На первом месте Единая Россия, 28 плюс... Плюс 5 поставить. 5 максимум процентов, там, 33. На втором ЛДПР 14 процентов, и дальше неизвестно, КПРФ или Справедливая Россия. И явка крайне низкая. Низкая, очень низкая. Что за это будет? Ничего. Ничего. Ну, кто-то же отвечает. Конечно. Те, кто остался еще от команды Никиты Юрьевича Бевых, они ответят по полной. За то, что вот такая низкая явка. Мы видим результат. Никита Юрьевич управлял областью, довел состояние до ручки. Он сидит в Лефортово, вслед за ним должны отправиться. Ну, если не в Лефортово, то, как крайне мере, в отставку. Все те, кто помогал ему обеспечить такую низкую явку. Ну, это схема, проверенная тысячелетиями человеческой истории. Все надо свалить аккуратненько на предшественников, и все. Давай к другой теме сейчас перейдем. Я напоминаю, что это особое мнение Владимира Малатова, коммерческого директора газеты «Репортер». Я хотела бы, чтобы ты прокомментировал судьбу ловца покемонов в храме. Напоминаю, что блогер, ютубер Соколовский присел на два месяца в СИЗО. За то, что он решил проверить, как это ловить покемонов в храме, как на него отреагируют. То есть, пример «пуссирает» никого ничему не научил. Он себя «спуссирает» не сравнивает, кстати. Скромнее, да? Он не сравнивает. Он-то как раз оценивает поведение «пуссирает» в храме негативно. Как? Негативно. А потому что они действительно не мешали. Его непосредственно речи, как это. А он считает, что он никому не мешал, ничего не нарушал. А все, как это подается на центральной телевидении, я даже специально-копередовала ссылки, как это все разбирается, и считает, что это сплошное уралье. То есть, он непрерывно врет? Первый канал. А, первый канал. Он считает, наверное, федеральный канал. Ну, окей. Как тебе эксперимент этого молодого блогера? Ну, насколько я знаю... Сам по себе эксперимент и потом реакция на него. Нет. Если это... Вот возьмем сферического коня в вакууме, да? То есть, если бы этот... Вот просто эпизод, когда человек ловит покемонов в храме, да? Ну... Просторечное определение этому поведению придурок, да? Ну, просто человек дурачок, то есть, он забежал... Если не нарочно, да? Если он просто идет. Просто человек, не блогер, который это делает специально. Ты это имеешь в виду. Ну, блогер, ну, хорошо. Он-то это сделал намеренно. Он намеренно решил посмотреть реакцию. Да. Замечательно. То есть, он получил реакцию два месяца в СИЗО. А какие у него проблемы, я не понимаю тогда? Он прекрасно знает... Нет, если он уже в каком-то нормальном возрасте, немножко хотя бы пожил в этой стране, он прекрасно понимает, что если ты делаешь какие-то выкрутасы здесь, в этой стране, то ты получишь, ну, асимметричную реакцию, нехорошую реакцию, возможно, ну, и что дальше. Что ты... Кому ты этим что доказал, я не понимаю? Ну, вот реально, что ты доказал этим? Мы знаем прекрасно, что если устроить какой-нибудь хипиш, что в храме, что в правительственном месте, ну, сажали же этих ребят, которые с Лимоновым тут усилили, да? Партия, как она называлась, Назбову-то, да? Запретили ее потом, да? Их сажали за дебош в какой-то администрации президента, там, в хулиганские какие-то фокусы, да? Вещь-то не сравнимая совсем, ну, а что? Ну, почему? Почему? Ну, взял-то, расководил Биус Путина в приемную, там, не знаю, в полпреда. Он же ничего не делал, он просто зашел. Ну, просто зашел, ходил. А каким образом тогда вы знали, что он ловил покемона? Он трансляцию устроил, сам лично, в интернете. А, то есть, непосредственно, да? Ага. Ага. То есть, он просто сходил по храму с телефоном, а все смотрели, как он ловит покемона в этих самых, да? И в дальнейшие, и в дальнейшие события. Так, типа тогда вопрос, естественно, это абсолютно, абсолютно несоразмерно. То есть, вариант, если человек никому не мешал, ничего не устраивал, ну, замечательно. Но я слышал ни разу, ни два, там уже смотрел я в Фейсбуке, по-моему, это все, да? Что это в Екатеринбурге происходило, да? Вот, и сами ребята с Ебурга, они писали о том, что все далеко неоднозначно. То есть, товарищ там издал журнальчик, очень забавненький. И два года подряд выкладывал, 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 постил, постил, постил. На РПЦ наезды, на власть, на правоохранители и так далее. То есть, его предупреждали, вызывали, объясняли. Я должен сравнивать с создателями Шарли, да? Оба, парень поймался и 15 минут славы, потому что, ну, такое сравнение, все это, и, короче, Свердловский, как это по-французски, это Свердловский Шарли, да? Мы с тобой, мы с тобой Свердловский Шарли. Ты же зачистить наш мир от таких вот скаловских Шарли? Если честно, на самом деле, фрики, сумасшедшие, вот эти люди, которые ломают нормы и так далее, и так далее, пока они не покушаются на мою свободу и на свободу окружающих, на мои права и права окружающих, Бога ради, и даже прекрасно. Должны гулять свободно. Совершенно правильно, и более того, их поведение может служить катализатором в очень многих случаях. Дай Бог, чтобы они просто, их будет всегда определенное количество, никогда не будет меньше, да? Их можно пересадать, пересадать, они все равно вырастут, это свойство популяции. Вот какой-то процент популяции все равно будет. Что вы сейчас должны были бы сделать власти и церковь? Отпустить, отпустить немедленно, а церковь изменится. Церковь, по-моему, договорилась, кстати, с Ройзманом, вроде взять под отпеку этого мальчика, с ним поговорить, и Ройзманом относили еще. Дай-то Бог, наш православный церковь, чтобы, значит, проявить все-таки христианские какие-то черты. То есть не все целиком, так сказать, сенат и сенат, ну хоть немножечко там делиться-то пора уже. У нас вроде с 17-го года отделена она государство, пора уже, когда указ-то будет исполнен? К столетию. Вот, вот, к столетию пора уже, отодвинуться-то маленечко. Да, время программы подошло к концу. Это было особое мнение Владимира Маматова, коммерческого директора газеты «Репортеры». Я, Светлана Зайкова, прощаюсь с вами, до свидания. Все, все, удачи.